Последний пункт, который мы с вами выведем из древесности, из того самого стартового состояния давным-давно, он самый важный с одной стороны, а с другой стороны сложнее всего это понять не только подростку, но даже взрослому человеку, жителю города в 20-21 веке. Вот такой простой контрольный вопрос. Сколько детей за всю историю человечества считать историю человечества можно самыми разными путями, но я надеюсь, всем понятно, что не два века назад и не пять веков назад человечество возникло. Сколько детей за всю историю человечества рожала любая женщина, когда становилась матерью своей семьи. Итак, в каждой семье в течение истории человечества сколько детей рождалось, сколько нужно родить. Ну, двадцать, двадцать, двадцать. Ну, двадцать, это перевод. И это десять, двадцать детей. Да, примерно так. Один-два ребенка, как это сейчас считается нормальным для городской семьи, это ситуация, которая когда возникла? Ведь она не на всем земном шаре, во-первых, а во-вторых, вообще, когда такая ситуация возникла? Когда мы начали изолировать, то есть возникла ваша прогресса, чем лучше мы изолировались от вещества, тем меньше, чем лучше вам исправить. Отчасти так, то есть система социальных защит, общество, как мы его сейчас понимаем. А с другой стороны, очень простая вещь, развитие медицины. Павел Сергеевич Пушкин, американская дочка, те, кто уже и читал, а ну-ка ответьте мне на вопрос, сколько детей было в семье Гриньевых? Восемь. Восемь детей. А это? Какое время? Россия. Причем речь не о крестьянской семье, а дворянской семье. Конечно, восемь детей. Ни о каком одном-двух детях речи не идет никогда. Это тяжелейшее горе в семье, если только один ребенок. Потому что в среднем около четырех университетов. Да если бы около четырех. Если бы около четырех. Разумеется. С нашей современной точки зрения, огромный уровень детской смертности, который являлся нормой, в рамках которой возник человек. И эта норма существовала тысячелетия. Ну, есть строго говорить, миллионы лет. Почему эти вопросы настолько важны? Почему без них нельзя по-настоящему разобраться с нашим происхождением? А причина очень проста. Реальная закон, управляющая природой, ну, ничего общего с представлениями об этих законах городского человека не имеет. Представление, допустим, что детей надо любить, о них надо заботиться, вкладывать в них свои средства и так далее. Давайте посмотрим, общее представление о природе или не общее. Во время нереста самка трески с одного захода нищет два миллиона икрин. Тереска рыба долго живущая, так что десяток нерестов в своей жизни она уже очень проживает. В результате Тереска оставляет 20 миллионов потенциальных жизней после себя. Берем какую-нибудь чудовищную для человека, для современного человека смертность. Ну, допустим, 99% новорожденных умирают. Для нас с вами в городских условиях это означает конец цивилизации. Все, ребята, в течение двух поколений города исчезают. Теперь посмотрим, что это означает для трески. Если из каждой сотни выживает только один. Это тоже катастрофа, только катастрофа с другим связана. В поколении мамы, для того, чтобы размножиться, сколько надо было особей? Мама и папа. Две штуки. А в следующем поколении на место двух особей сколько пришло? 200 тысяч. А есть все хотят? Скажите, что будет с пищевыми ресурсами, необходимыми для существования трески? Они будут уничтожены полностью. А что после этого будет абсолютно в силе? Они будут голодать. Голодать они будут не очень долго. И вы их умеете? Потому что если еда кончилась раз и навсегда, то голодать вы будете не очень. Это понятно? Для трески уровень смертности 99% недопустимо маленький. Вот для того, чтобы количество трески в мировом океане рос неизменным, из этих 20 миллионов, какое количество потомков имеет право дожить и пройти полный круг размножения? Только двое. Только двое. Хорошо. А что будет, если не двое, а допустим, ну, даже хотя бы один на миллион выжил, это значит, сколько осталось? Значит, 20 осталось. Потому что маму с папой оставили после себя 20 миллионов потомков. Так? Что это значит? А это значит, что количество трески в мировом океане в 10 раз возросло. Все экологический колокс. Выедается пищевой ресурс. А поскольку ровно тем же самым питаются еще другие виды, то этот вид прихватывает с собой очень большое количество соседей в океане. При такой стратегии размножения ни о какой заботе о потомстве речь, конечно, не идет. Забота о потомстве – это просто прямой путь к вымиранию сразу. Поэтому биологи делят разные эволюционные стратегии на две группы. Вот то, как работает трескарий. Такая стратегия называется R-стратегия. Для животных R-стратегия. Что характерно? Огромное количество половых клеток, создаваемых с одного захода. Счет на десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы и так далее. В результате рождается гигантское количество потомков. И среди них какой уровень смертности? Исключительно высокий. Исключающая смертность, так называемая. Хорошо. Теперь давайте подумаем. Если мама откладывает с одного захода 2 миллиона икрина. Даже пускай не 2 миллиона. Пускай 20 тысяч всего. 20 тысяч – это немного. Любая селегка больше откладывает. Сколько питательных веществ мама может вложить в каждую икрюку? А она откуда их берет? В универсальный покупает питательные вещества? Это вещества ее тела. Да не очень много, а очень мало это называется по-русски. А в результате, какого размера и какой сложности детеныш может произойти из этой икрюки? Ведь его тело из чего построено? А ровно из тех веществ, которые мама в икрюку вложила. В результате у эр-стратегов заблокирована возможность специализации. То есть детеныш во время построения своего тела, во время эмбриогенеза, строит только набор жизненно необходимых органов. Вот какие-нибудь дополнительные припопахи можно построить, а им просто не ищут. И так заблокирована специализация. Ну и никакой заботы о потомстве. Этого эр-стратегия. Вторая группа. К-стратегия. К-стратегия возникает в самых разных группах живых существ. Начиная от растений, кончая нами с вами. И среди грибов можно найти К-стратегия, ФР-стратегия. Среди беспозвоночных, среди позвоночных. Среди тех же самых рыб. Безкая явная эр-стратегия. Кто-нибудь аквариумами из вас увлекается? У кого-нибудь аквариум есть? Про лабиринтовых рыбок слышали? Ага. Макрополды, бета-бета-петушки, леолюсы, лебиозы и так далее. Это обитатели очень хитрой среды. В Юго-Восточной Азии мелководные, хорошо освещаемые до самого дна водоемы. Идеально в данном случае будут рисовые поля, которые люди заливают водой. В этих водоемах что возникает? Свет проникает до самого дна? Нет. А это значит, во всем объеме такого мелкого водоема могут нормально жить микроскопические водоросли. Гигантское количество биопродукции. Очень много еды. Но если здесь много живет, сколько живых существ, здесь же будут умирать. Там, где много живут, много умирают. Куда деваются оставки тел погибших? Ладно. Что с останками происходит после гибели? Разлагаться будут. А процесс разложения, что за процесс такой? А как идет гниение? Само по себе. Ну-ка, ну-ка, вот связанный ответ только. Да? Оно идет посредством сэкономерных организмов, вроде грибов и бактерий, которые разлагают органическое количество, но они качественные. Совершенно верно, вы абсолютно правы. В воде грибы будут играть очень нюморой, конечно, бактерии. Но, должно вам сказать, что в нюстной бактерии кислорода тысяча и сочетоват. У них огромное количество пищи появилось. И они сразу размножились в очень большом количестве. Вопрос, что с концентрацией кислорода в этом водоеме? Весь час. А она кончилась. Какие водоемы? Хорошо известные о нашей планете. Называются они вот эфтрукные водоемы. В них очень хорошо с едой, но огромные проблемы с дыханием. Кислорода в воде нет. А вот эти лабиринтовые, у них какие-то специальные органы, которые помогают им... Правильно, правильно. И если вы хотите все-таки хорошо и плотно кушать, при этом не имея конкурентов, то вам что надо завести? Вам надо завести свой личный аппарат искусственного дыхания. Лабиринтовые рыбы его и заводят. Это дополнительные органы воздушного дыхания. А еще лабиринт похож на один? И именно отсюда их называют лабиринтовая рыба. На самом деле это вмятина глотки, которые уходят глубоко между пазухами черепа. Создавая такую очень разветвленную структуру, похожую на лабиринт, сквозь стенки, которые идет газообмен, ровно такой же, как в наших легких. Поэтому некоторые лабиринтовые вообще могут захлебнуться в воде. Вот бывают рыбы, которые в воде вполне реально захлебнутся. Если им не дать вовремя всплыть, чтобы вдохнуть и выдохнуть воздух, они погибнут. Одного жаберного дыхания им не хватает. Все это слабо, все это очень здорово приспособились. Вопросы взнажаться как бы. Ведь для разжития икринки кислород нужен, а у икринки есть свой лабиринтовый аппарат. Что должна сделать оплодотворенная икра в таком водоеме? Всплыть. Классно всплыли. Не поможет всплывать. А самцы такие гнезда из пенки делают? И именно так. В брачный период что делает самец? Закладывая порции воздуха, он выплевывает такой пузырек, покрывая его пленочкой слизи. И пузырек будет не сразу лопаться, он достаточно устойчив. И вот в результате шапка из этих пузырьков возникает на поверхности воды. Такой воздушный замок. Получий пузырьковый контейнер. После этого самец заманивает барышню, готовую к размножению. Для этого он очень ярко окрашивается. Это знак того, что я готов, дом у меня хороший, все нормально. И чтобы барышня не промазала, он ее приводит точно под этот домик, а потом рыбой начинает обниматься. Говорят там, холодная рыбья кровь человека. Кто хоть раз видел нерест лабиринтовых рыб, в жизни своей такой прорыв не скажет. Это такие темпераментнейшие объятия, в ходе которых самец буквально выдавливает икру из самки, сам одновременно ее оплодотворяет. Икринки легче воды, поэтому куда они будут всплывать? За пузырьками. Да. Икринки оказываются вот здесь, между пузырьками. А в результате они, через тончайшие водные пленки, со всех сторон окружены воздухом. Проблемы с кислородом у них есть или нет? Нет. А высоснуть так можно? А нельзя пленки-то водные? Хорошо. А теперь вопрос. Можно ли при таком способе размножения откладывать 2 миллиона икринок? Нет. Нет. Хорошо. 2 тысячи можно? Нет. Да нельзя, на силу две сотни. Больше просто в такой дом не влезет. То есть что у нас произошло? Резкое снижение количества потомков. Тротегов превращаются не от хорошей жизни. Всегда приспосабливаясь к какому-нибудь такому варианту условия окружающей среды, к которому другие приспособиться не могут. Зачем это надо? Чтобы снизить конкуренцию, чтобы тебе никто не мешал. И так, есть как стратегия. Они рожают мало. Сразу какая проблема возникает? Рождение, в смысле, смерть каждого детеныша для стратега. Составляет ли какую-нибудь проблему для существования вида? Или не существует? Никакой. Да не почти никакой вопрос. Вот эта группа малораживающих. А здесь смерть каждого детеныша. Составляет проблему для существования вида или нет? А здесь еще какую-то проблему. В результате есть у нас два вида, которые собираются стать кастротегами. Вот они осваивают новую среду, в которой приходится мало размножаться, много не выходит. И одна из группы кастротегов живет по эту сторону гор. Вот горы у нас идут, да? А вторая группа кастротегов живет по эту сторону гор. Отлично. У одной группы кастротегов, вот у этой, как было у их предков устроено репродуктивное поведение, то есть поведение, связанное с размножением, так астрахово. А вот у этих произошла мутация. Мутация врожденных программ, регулирующих репродуктивное поведение. Если вот у этих, оно осталось прежним, а здесь произошла мутация, возник механизм, который называется забота о потомстве. Дайте мне прогноз на дальнейшее существование этих групп. К1 и К2 пройдет всего сотня поколений. Сотня поколений это очень мало у кого нет. И что будет с группами К1 и К2? А К1 просто вынужден. Без заботы о потомстве К-стратегия, рожающая очень мало детенышей, оказывается просто выбита высоким уровнем детской смертности. Так что забота о потомстве с необходимостью возникает у К-стратегичных групп, которые мало рожают. И здесь возникает еще пара важных наворотов. Попробуем сравнить, сколько питательных веществ может вложить в своего будущего детеныша. Мама Б-стратег и мама К-стратег. Вот каждому детенышу достанется одинаковое количество питательных веществ в случае Р и К-стратегии. Или разное? Разное. А кто больше получит? К-стратегия. В десятки, в сотни раз больше. А если есть возможность передать больше массы, при развитии детеныша, нужно ли ограничиваться только жизненно необходимым минимумом? Или сразу, со старта, можно уже создать что-нибудь более навороченное, более приспособленное, более особое, которое с самого начала будет давать какую-то выигрыш. Да. Вот этот путь называется специализация. Приспособление к чему-то конкретному. Для Р-стратегов этот путь заблокирован. Это дорожка К-стратегов. Ну а теперь, зачем бывает моя длинная песня про Р и К-стратегию? А давайте подумаем. Осанка приматов. Вот у нас есть зверя. Ну, по сути дела, большая землеройка, которая 40 миллионов лет назад залезла на дерево. Ну и как размножаться-то было? Справочка. Землеройки рожают с одного закода от 10 до 14 летеныша. Я имею в виду землеройки в кавычках в данном случае. Разные группы, конечно, по-разному. Кастратег – один детеныш вообще. Обязательно. А почему это? На дереве необходимо одного детеныша, а не пять, не восемь? Потому что, если у нас это животное помощь, то, значит, выкармать, она должна тоже свой, то есть носить на себе. А если будет носить на себе слишком много, то невозможно прыгнуть. Хорошая улыбка. Есть бы ни один вопрос. Есть такое, хорошо вам известное, деревесное прыгающее животное, белка называется. Видели когда-нибудь? Ага, вопрос. А сколько детенышей в выводке белки? Пять, шесть, семь. Но белки на себе дети кушают. Точно, не носят. А почему? Потому что где она живет, у нее там нет змей. О, это хорошо. Хорошее объяснение. Ну, во-первых, должно нас разочаровать. Змеи все-таки есть. Миша с детьми. Белки не только в тайге живут. А вплоть до самого экватора. Так? Так что вполне себе их реалы со змеями пересекаются. Другое дело. Но здесь, правда, ход сложнее намного. Да. А белки могут сделать для своих детенышей дебекар-помателем? Отлично. Белка, стратегия, мамина стратегия какая. Создается гнездо. Белочее гнездо называется гайно. В том случае, если есть дупло подходящее, белка, конечно, заселит дупло. Но если дупла нет, то она его сплетет из веток, проконопатит мухомое. Вот такое хорошее укрытие. Детеныши остаются дома, а мама идет на улицу. Вопрос, зачем? С соседками поговорить? И дой. Поесть. Причем, внимание, сколько надо поесть маме? Чтобы самой стать сытой? День, но если она поесть, в том случае, если она прокармливает молоком. Да, разумеется. Ведь она же синтезирует молоко, которым питаются детеныши. То есть пищевые запросы в это время у санки резко подскочили, возросли. Теперь давайте подумаем, почему белки могут строить гнезда, оставлять там детенышей и, соответственно, рожать по 5-7 штук. А примат не могут? Нет, примат строит еще гнездо. Он сам большой, дом был большой построен. Этим летом на Дальнем Востоке, а точнее на Южном Соколине, меня мои коллеги притащили на работы по орланам, белоплечьим орланам, белоплечьим тихоокеанским орланам. Это такая птичка с размахом крыльев от меня на досенке, примерно, массой в районе 12 килограмм. И наблюдение я вел за кладкой орлана, сидя в гнезде другого орлана, просто брошенное гнездо на том же уровне, чуть повыше было. Я не белка. А дерево вполне выдержало. И это гнездо, учтите, что гнездо, кроме всего прочего, меня выдержало. То есть оно было не из веточек, не из травинок. Потому что деревья, конечно, выдержат. У нас же не носорог там собирается все-таки загнездиться, а всего лишь примат. А в чем? Вообще, у всех живых существ разные потребности. Это верно. В еде, а вот вы на верном пути. Размерный класс. Проблемы размерного ограничения. Белки существа до 2 килограмм. Средние приматы, подчеркиваю, средние, немножко выше этого показателя. То есть выше 2 и дальше, до крупнейших приматов среди человекообразных. Почему это важно? Сколько еды надо зверю более... Если у него больше массы тела. Больше еды. А это значит, какую площадь ему надо обходить, чтобы эту еду собрали? Большую площадь. На обход площади он энергию тратит? Тратит. В результате, часть выигрыша приходится тратить на сам обход площади. В результате у нас начинается очень нехорошая штука. У нас длина пищевого поиска, а в биологии это называется длина пищевого поиска. Начинает вырастать в зависимости от носа зверя, если он не едет в коже. Вот так. Белки вот здесь. У них длина пищевого поиска еще разумна. Если мы берем более насильного зверя, мы получаем вот что. У нас длина пищевого поиска многократно возросла. В результате он сам требует совершенно существенных затрат энергии. В результате на какое время вынуждена уходить мама из дома? А считай на весь день. И все это время детеныши находятся сами. Безопасная эта ситуация или опасная? Крайне опасная. Поэтому, вероятно, приматы это не домушники, не строители домух, гнезд. Приматы это бродяги. Даже те приматы, которые строят для себя гнезда, допустим, шимпанзе строят гнезды, никогда в них не ночуют более двух ночей подряд. построил гнездо и ушел. А на следующую ночь строят себе другое укрытие. Она еще на одну ночь третья. Никаких стационарных гнезд нет. И детеныши, как вы совершенно верно сказали, мама переносит на себе. Теперь вопрос. Мама родила не очень много, всего пятерых. И пять детенышей, на ней, ну хорошо, одного она держит рукой, второго, второй рукой. Ладно, третьего даже ногой может держать, благо нога хватает. Вопрос, как она сама двигается с полюсом. Если у нее все руки заняты. Значит, часть рук все-таки надо освобождать. Ну, одной рукой я кого-то держу, может быть, даже сразу двоих прихватил, да, а на трех ногах бегаю, прыгаю по весу, добывая пищу. Во время прыжка, что будет со всеми остальными детенышами, которых я не страхую? Отрываются по другу. В результате, в связи с вот этой стратегией отсутствия постоянных жилищ, перенесения детенышей на теле матери, происходит сокращение рождения детенышей в норме до одного. Эта ситуация общая для всех обезьян. Совершенно. Двойня у обезьян рождаются, но не чаще, чем у нас с вами. Двойня у людей бывает, но события редко. Тройня еще реже, а обезьян рождаются так же. Так что, в этом смысле, мартышки от нас просто ничем не отключаются. Это древний приматский признак. В результате, как только сократилось количество рождающихся детенышей, это означало что? Что приматы встали на К-путь. Если на К-путь встали, сократили количество детенышей, какой механизм должен возникнуть? Забота о потомстве. Возникает забота о потомстве.